МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 1936 году он был главным военно-морским советником при революционном командовании в Испании. Через три года в возрасте 34 лет получил новое назначение и стал самым молодым наркомом в Советском Союзе, возглавив военно-морской флот страны. Накануне нападения Германии на СССР он принял действенные меры по повышению боеготовности флотов, что позволило избежать тяжелых потерь в трагическую ночь 22 июня 1941 года. А уже в 1948 году ему предъявили ложное и сфабрикованное обвинение о том, что он якобы во время войны передал союзникам секретные материалы. Адмирал Николай Кузнецов. У нас в гостях доктор исторических наук Алексей Киличенков. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Здравствуйте. Киличенков Алексей Алексеевич окончил историко-филологический факультет Российского университета «Дружба народов», доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета, автор трудов, краткий курс истории Великой Отечественной войны, холодная война в океане, а также ряда работ по военной истории России и СССР. Судьба Николая Герасимовича Кузнецова в полной мере отразила историю нашего 20 века. Это тот случай, когда, можно сказать, перефразируя Александра Сергеевича Пушкина, что в этой судьбе отразился век, судьба, в которой отразился век, потому что в ней было все. И трагедия 20 века, и невероятные взлеты, победы, и борьба за справедливость, борьба за то, чтобы отстоять свое доброе имя. Николай Герасимович в 34 года становится наркомом военно-морского флота. И надо сказать, что это поколение, которое уже тогда называли сталинскими выдвиженцами. С чем идут профессиональным наркомом? До него же были, ну, случайно люди к флоту, не имевшие никакого отношения. Ну, за небольшим исключением, да. Он становится по счету четвертым наркомом, потому что наркомат был создан в декабре 37-го года, а он становится наркомом сначала заместителем, потом наркомом в марте 39-го. То есть проходит всего полтора года, а он уже четвертый по счету. И предыдущие три наркома – это Смирнов, Смирнов-Светловский и Фариновский – это люди, из которых только Петр Смирнов-Светловский был моряком. Остальные комиссары – Фариновский, он представитель НКВД, один из организаторов репрессий. Кузнецов – первый профессионал на своем месте. И он действительно сталинский выдвиженец. Он один из во всех смыслах блестящей плеяды сталинских наркомов, к числу которых, конечно, нужно отнести и наркома вооружения Устинова, который становится наркомом в 33 года, в 41-м году. И, конечно, наркома тяжелой промышленности, а с 41-го года наркома танковой промышленности Вячеслава Александровича Малышева, который немногим старше. Это те, кто на своих плечах вынес всю тяжесть войны, если говорить о руководстве, управлении и промышленности вооруженными силами, но не только. Кузнецов, в его судьбе переплелись две различные нити. Ведь Кузнецов, так называемый испанец, он попадает на высшую должность в военно-матском флоте вскоре после своего возвращения из Испании. Гражданская война в Испании продолжалась с июля 1936 по апрель 1939 года. Это был конфликт между Испанской республикой в лице правительства Испанского народного фронта и оппозиционной испанской военно-националистической диктатурой под предводительством генерала Франциско Франко. Франкистов поддерживали фашистская Италия, нацистская Германия и Португалия. Республиканское правительство пользовалось поддержкой СССР, Мексики и в начале войны Франции. С 1939 года в Испании установилась диктатура Франко, просуществовавшая до ноября 1975 года. Испанская республика пала. В результате военных действий погибло около 450 тысяч человек, что составляет 5% довоенного населения. Точно такую же карьеру, даже более головокружительную, делают другие испанцы. Например, начальник управления военно-воздушных сил Красной Армии генерал Ирчагов. Он становится начальником управления в 29 лет. 29 лет. Другой испанец, генерал армии, будущий маршал Кирилл Афанач Мелецков, возвращается из Испании, становится сначала заместителем в 37-м году, заместителем начальника генерального штаба, а через некоторое время, в 40-м году, начальником генерального штаба. И еще один испанец, генерал армии, будущий генерал армии, а тогда генерал-полковник Павлов Дмитрий Григорьевич, испанец, танкист, возвращается из Испании в 37-м году и вскоре становится начальником автобронетанкового управления Красной Армии. Если посмотреть, то Сталин буквально одного за другим расставляет их на ключевые должности в командовании в Наркомате обороны. И это не было случайным. Два обстоятельства, две причины в этом можно выделить. Первая – это острейшая нехватка кадров. Она возникла, конечно же, из-за репрессий. И Николай Герасимович здесь, он очень откровенно, очень трезво, очень жестко по отношению к себе. Впоследствии оценил свой жизненный путь и свое продвижение по служебной лестнице. Ведь стоит вспомнить, что к тому моменту, когда он стал Наркомом и флагманом флота 2-го ранга, к этому времени из двух предшествующих флагманов флота 1-го ранга оба были расстреляны. Из трех флагманов флота 2-го ранга расстреляны двое. Представьте, что это такое. Практически все командование, все управление наркоматом, только что созданно наркоматом ВМФ, все командующие флотами и флотилиями, их заместители, начальники штаба, готовилось целое дело военно-морское, дело наркомата ВМФ, но оно не состоялось. Главным образом потому, что ключевая фигура, командующая Черноморским флотом, флагман 2-го ранга Кожанов, он не дал признательных показаний. Под пытками, чудовищными издевательствами, стязаниями. Ведь Кожанов – это тот, кто Кузнецову дает путевку в жизнь, путевку на высшие должности. Кузнецов командует крейсером «Червоной Украины», когда Кожанов командует флотом. И Кузнецов не может не знать этих обстоятельств. И что творилось в душе Николая Герасимовича, остается только представлять, потому что сам он об этом никогда не писал. Что, какие мысли его обуревались, какие сомнения были в душе его. Но он занимает эту должность. И впоследствии многие это отмечали, что на флотах наконец-то вздохнули. Вздохнули с облегчением, вздохнули с надеждой. Потому что во главе флота наконец-то появился настоящий профессиональный моряк. Второе обстоятельство, которое привело к столь быстрой карьере, это то, что Сталину катастрофически не хватает профессионалов, проверенных кадров. Дело не только в репрессиях. Дело еще в том, что и армии, и флот в это время очень быстро растут. Очень быстро. В 1932 году численность вооруженных сил Советского Союза около полутора миллионов человек. Полтора миллиона человек. К началу войны, в начале 1941 года, их пять с половиной миллионов. Это в четыре с лишним раза. Увеличивается пропорциональное количество частей, соединений. Растут флоты, флотилии. Не хватает командных кадров. Остро не хватает. Где их взять? И Испания становится той самой кузнецей. Это проверка, проверка, которую прошел и сам Николай Герасимович. Ведь, представьте, он в Испанию уходит, ему всего 32 года. Только-только исполнилось 32 года. Он уходит с должности командира крейсера. Он даже не командует соединением. Ни дивизионом, ни отрядом, ни эскадрой. Он не проходит штабные должности. Он не командует хотя бы флотилией. Он сразу с мостика крейсера уходит. И в Испании он оказывается главным военно-морским советником. Фактически он помогает испанским товарищам, как тогда говорили, управлять военно-морскими силами, командовать флотом. Прикрывает транспорт. Да. Флот республиканской Испании выполняет жизненно важную задачу. Жизненно важную. Он обеспечивает доставку в Испанию вооружений, боеприпасов, необходимого снабжения. И это задача стратегической важности. Без этого и республика не смогла бы продолжать борьбу. Кузнецов эту задачу выполняет. Выполняет блестяще. За исполнение своего интернационального долга в Испании он был награжден двумя орденами. Орденом Ленина и Орденом Красного Знамени. На тот момент вышли награды. Еще одно обстоятельство, которое выделяет, о котором необходимо сказать. Кузнецов один из немногих в то время, кто прекрасно понимал важность образования. Вы знаете, что ему написали в аттестации в первый год обучения в морском корпусе? «Имел место перегиб», это почти цитата, «имел место перегиб. Пытался изучать одновременно два иностранных языка в ущерб другим предметам. Он сам решает изучать два языка одновременно. Представьте, а это 2024 год. 2024 год. Он уже понимает, что такое он пытается изучать. И он изучает. Он действительно изучает немецкий и французский. И к моменту, когда его направляют в Испанию, в Академию, он добивается очень высокого уровня знаний французского. И это, собственно, помогает ему выполнить свой долг в Испании. И он это понимает. И когда он становится наркомом, он огромное, колоссальное внимание уделяет подготовке кадров. Этот человек удивляет и другое, ведь он из простой крестьянской семьи. Он родился в семье казенного крестьянина в Архангельской губернии. Три класса приходской школы. А потом он попадает на Северо-Двинскую флотилию, участвует в гражданской войне. Он приписывал себе два года. Поэтому постоянно возникает вот эта путаница. Он, чтобы попасть на флотилию, он уговаривает в своем селе дать ему справку, что он не четвертого, а второго года рождения. Только поэтому его взяли. И поэтому вот эти два года потом его постоянно преследуют. Но он выглядел старше. Он был высоким, крепким, хорошо сложным. Поэтому он всегда выглядел старше, что, собственно, ему помогало все это время. И Кузнецов, этот человек, почему я вспомнил Пушкина, ведь представьте себе его судьбу, если бы не было революции, если бы не было гражданской войны. Судьба простого деревенского паренька. Кем он стал? Никто не знает, кем он мог бы стать. Но революция открывает ему дорогу совершенно другую жизнь. И он ее проходит с честью и достоинством. Он получает классическое военно-морское образование, блестящее, с отличием заканчивает морской корпус. И ему в числе немногих выпускников предоставляется право выбора флота. И он отказывается от фантастической на тот момент перспективы. Ему предлагают идти на службу в штаб краснознаменного Балтийского флота. Ведь Балтийский флот в то время главный флот. Он единственный из тех, кто сохранил свой корабельный состав. Там линкоры, там два линкора строят. Там штаб, там бригада эсминцев, подводные лодки, учения, плавания. А он отказывается. Он идет, он просит направить его на Черное море. И его направляют на строящийся крейсер Червоную Украину. Вахтенным начальником. И он проходит службу в самых-самых первых ее ступеней. И проходит так, что очень быстро завоевывает уважение и авторитет не только у командования флотом. Его ставят в пример. Но и экипажа. Кузнецов его отличает уже тогда. Не просто любовь к службе, любовь к морю, любовь к кораблю. Он, кстати, впоследствии очень часто повторял, что для моряка единственное стоящее занятие – это командование кораблем. И он всегда знал и подчеркивал, что это ключевая должность на флоте. На самом деле это командир корабля. И он становится командиром корабля, той же самой Червоной Украины, в 1933 году. Он в течение года делает этот корабль лучшим в военно-морском флоте Союза. Он первым отрабатывает систему перевода кораблей в боевую готовность в ускоренном режиме. Это потом, в 1941 году достроились? Он потом это развивает. Потому что корабли, даже турбинные кроссера, то есть не паровые, но фактически их уже не было от кораблей, все равно нужно 4 часа, чтобы перевести корабль в состояние полной боевой готовности и выполнять поставленные задачи. Кузнецов добивается сокращения этого срока до 40 минут. Целая система была разработана. И он начинает целое движение, будучи еще командиром корабля, движение, так называемое, движение за первый залп. Оно потом тоже охватывает весь флот. Сначала Черномусский, а потом все флоты Союза. Смысл его в том, чтобы первым обнаружить цель, на максимальной дальности обнаружить ее, получить данные к стрельбе, и первым открыть огонь на поражение. И он этого добивается. Добивается и делает корабль и экипаж отличными. Вот с этой, собственно, можно сказать, ступени он и начинает дальнейшее продвижение наверх. Он понимал, как развивается флот Германии, что идет огромное строительство, и что по, конечно, сравнивать невозможно флот Советского Союза и вот то, что строится тогда в фашистской Германии. Причем обмены были, все знали объемы. И будущая война, он прекрасно понимал, флот Советского Союза, он почти мало готов, хотя были соединения боевые, но противостоять это маловероятно. Но, тем не менее, да, в какую-то задачу он решил и спас флот от первого удара, и 22 июня, может быть, даже в нарушение каких-то там инструкций, он, тем не менее, отдал этот приказ о приведении флота боевой готовности, что не позволило, кстати, уничтожить авиацию, в том числе флотскую, ну, морскую авиацию, которая тоже находилась тогда в его подчинении. Для Николая Герасимовича главной школой все-таки послужил испанский опыт. Он к нему часто возвращался. И, кстати, первая книга, которую он написал, это тоже была книга об Испании. Находясь в Испании, наблюдая за тем, какую огромную роль приобрела авиация в войне на море, он первым сделал наиболее верные выводы о том, что авиация теперь представляет собой главную опасность. Возможность неожиданного удара авиации и по кораблям, и по сухопутным частям – это главная опасность в начале войны. И, вернувшись из Испании, оказавшись на Тихом океане, уже там он, став командующим флотом, он начинает разрабатывать свою знаменитую систему повышенных готовностей. Эта система включала три уровня готовности – третья, вторая и первая. она предполагала, что ядро флота, то есть его наиболее боеспособная часть, должна быть готова по условному сигналу – готовность номер три, готовность номер два, готовность номер один – провести целый ряд мероприятий и в установленное время быть готовым к выполнению любого приказа. И вот эту систему готовности он потом делает общей для всего флота. И, собственно, именно это чаще всего и вспоминает, как, наверное, главный его вклад, некоторые это называют подвигом, в развитие нашего военно-морского флота, не только в нашей истории, истории вооруженных сил. Кузнецов фактически начинает с нуля, потому что предыдущие наркомы сделать толком ничего не успели, да и, учитывая их предыдущую службу, и не могли. Кузнецов начинает готовить флот к войне. Он понимает, что, как и все, что война неизбежна, понимает, что флот не успевает выполнить свои кораблесоставительные программы. Ведь программа была принята в 1936 году, в 1938 году откорректирована, и к началу войны эта программа была в разгаре. Кузнецов добивается того, что флоты в том виде, в каком они были к 1941 году, все силы бросают на подготовку к возможному скорому началу войны, в том числе вот этой вот системы готовностей. Не только флоты, морская авиация, и, на мой взгляд, даже более важным, не то, что произошло в ночь с 21 на 22 июня, важным в понимании того, что сделал Кузнецов. Важные события, об этом чаще забывают, произошли несколько раньше, в начале 1941 года, это, соответственно, едварь, февраль, март, Кузнецов отдает приказ, как нарком, отдает приказ флотам и флотилиям, морской авиации, зенитной артиллерии, воспрепятствовать полетам немецких самолетов-разведчиков и сбивать их. И в марте 1941 года, по этому поводу у него был очень серьезный выговор. Ему объявлен по донесению Берия, Сталин вызвал Кузнецова и потребовал от него отменить это распоряжение. Ну, легко себе представить, чем это могло тогда закончиться. Кузнецов действительно отменяет это распоряжение об открытии огня и распоряжение о том, чтобы сбивать немецкие самолеты. Но, вот посмотрите, он его выполняет, но с другой стороны, в тот же самый день, отдает распоряжение о том, чтобы самолет-истребитель морской авиации осуществляли перехват немецких самолетов-разведчиков и принуждали их к посадке на наших аэродромах. То есть он продолжает, он продолжает выполнять то, что он считает более всего важным. И, наконец, то, что произошло 21-го, в ночь на 22-е июня 1941 года. Поздним вечером 21-го Кузнецова вызывают в наркомат обороны. Я напомню, что на тот момент наркомат обороны и наркомат ВМФ существовали самостоятельно. И оба наркома, Тимошенко и Кузнецов, напрямую подчинялись Сталину как главе правительства. И Тимошенко не мог отдавать приказы Кузнецову, Кузнецов не был ему подчинен. Он передал ему сообщение о том, что его вызывают в наркомат обороны, поскольку готовится знаменитая директива номер один, ставшая впоследствии знаменитой директивой номер один. И там Тимошенко сообщает Кузнецову о том, что Сталин дал указание отправить в приграничные округа директиву о возможном падении Германии в ночь на 22-е и необходимости не поддаваться на провокации. И далее Кузнецов в своих воспоминаниях описывает эту картину, когда он приходит в наркомат, в кабинет наркома, и видит Тимошенко и Жуква без кителей. Тимошенко диктует текст директивы Жукова. Тот пишет ее от руки. Входит Кузнецов. Тимошенко сообщает ему о содержании этой директивы. Что делает Кузнецов? То есть директиву предстояло наркома обороны еще перепечатать на машинке, зашифровать, да, уточнить, сверить, после этого зашифровать, отправить в войска, после этого она должна была дойти до адресата и так далее. Что сделал Кузнецов? Он выходит в приемную наркома обороны, соединяется по телефону с наркоматом ВМФ и говорит три короткие слова. Готовность номер один. Все. Этот сигнал уходит на флоты и в ту же ночь, буквально через несколько минут, на флотах получают эту кузнань, они уже знают, что делать. Они уже подготовлены. И поэтому, когда немецкая авиация... Первый контакт – это Севастополь. Три часа семнадцать минут. Когда немецкая авиация пытается заминировать бомбардировщики, пытается сбросить мина на фарватеры Севастопольской бухты, их встречает огонь зенитной артиллерии. И зенитная артиллерия базы Севастопольской срывает эту попытку. В итоге немцам не удалось закрыть фарватер, не удалось заблокировать флот. А именно эта задача стояла. Черноморский флот. Система Кузнецова сработала. И сработала как раз в тот момент, о котором Николай Герасимович уже знал и догадывался. Что начало, скорее всего, будет именно таким. В свое время, когда мы готовили сборная флот, Документов о Николае Герасимовиче, о его судьбе. Он так и называется «Москва в жизни в судьбе флотоводца». Меня поразили те факты, которые я узнал из неопубликованных на тот момент материалов его семейного архива, записок, переписки его с сослуживцами. Они в совокупности дают такую картину и представление об этой личности, о том, насколько это был всесторонний раз, это человек. Человек, который постоянно читал. Я уже говорил о том, что он владел двумя языками, немецким и французским. И оказавшись уже в отставке, точнее на пенсии, он выучил с нуля английский. Он хотел выучить еще в морском корпусе, но не успел. Сил, как было отмечено, в аттестации не хватило. Он его выучил с нуля, и он стал переводчиком. Он стал переводить книги американских английских авторов, естественно, по морской тематике. В частности, он стал переводчиком воспоминаний командира американской атомной подводной лодки, совершившей поход к Северному полюсу подо льдами. Николай Герасимович имел очень широкий кругозор, и именно это позволило ему, например, тоже малоизвестный факт, часто забываемый, успешно выполнять дипломатические функции. Уже в июле 1939 года, во время знаменитых переговоров с Англией и Францией военных миссий, направленных на заключение возможного военного союза, Англо-Франк, советские переговоры 1939 года, Кузнецов участвует в этих переговорах и обеспечивает их военно-морскую составляющую. Он представляет в распоряжении наркома обороны Ворошилова все необходимые материалы, прогнозы, оценки, касающиеся военно-морских сил и предполагаемых союзников Англии, Франции и Германии. Кузнецов вскоре после начала войны, уже в июле 1941 года, участвует в переговорах с английской дипломатической военной миссиями по организации первых поставок. И ведь первый конвой Мурманск пришел уже в августе 1941 года, и в этом заслуга Кузнецова, потому что флот обеспечивал и тогда, и все последующие годы, и на Тихом океане, и особенно на Севере, и на Каспии. То есть они встречали. Да, флот обеспечивал эти поставки, и Кузнецов не просто участвует, он готовит все необходимые условия для этого. Кузнецов полноправный участник международных конференций встреч больших троек в Ялте в 45 феврале-марте 1945 года, а затем и в Потсдаме, Потсдамская конференция. Кузнецов обеспечивает всю необходимую военно-морскую составляющую переговоров. И тоже меня в свое время поразивший факт, ведь вы, наверное, знаете эту историю, в Потсдаме никак не могли решить, как делить германский флот. Потому что Черчилль поначалу, когда он еще там был, возглавил английскую делегацию, он настаивал на таком способе деления, который никак не устраивал ни нас, ни американцев. Он хотел получить больше. По понятным причинам. Он настаивал на то, что английский флот понес очень большие потери, очень тяжелые, их нужно компенсировать. А предстояло делить флоты, оставшиеся часть германского, она была не столь значительной, но почти в целом виде достался итальянский флот союзникам. Его нужно было как-то делить. Все, переговоры зашли в тупик, ничего не могут сделать. И тогда Кузнецов вдруг предлагает, давайте тянуть жеребий. Флоты и германский, и корабельный состав были поделены примерно на равные части, как надводные, так и подводные. И они тянули жеребий. Да? Участники переговоров, и мы, англичане, американцы. Это была идея Кузнецова. Это видно, да? Да. Подсдамская конференция 1945 года проходила с 17 июля по 2 августа в Подсдаме, близ Берлина. В ней участвовали главы стран-победительниц во Второй мировой войне. Иосиф Сталин, СССР, Уинстон Черчилль, затем Клемент Этли, Великобритания, Гарри Трумэн, США. На конференции было принято решение о полном разоружении и демилитаризации Германии, упразднении всех ее вооруженных сил СС, СА, СД и Гестапо, ликвидации военной промышленности. Подчеркивалось, что союзные державы не намерены уничтожить или ввергнуть в рабство немецкий народ. Также были приняты решения о репарациях, о западных границах Польши, к которой отходили Данцик, Гданск и большая часть Восточной Пруссии. Кёнигсберг с 1946 года Калининград с прилегающим к нему районом передавался СССР. Кузнецов Николай Герасимович, факт тоже малоизвестный, но во многом тем, как у нас прошел парад побед на Красной площади, мы тоже обязаны ему. В мае 1945 года, когда уже пал Берлин, капитулировала Германия, на одной встрече в Кремле Сталина зашел разговор о том, как заканчивать войну с Германией. И поскольку Николай Германович блестяще знал историю, он был очень большим любителем истории, российской истории, особенно, конечно, истории флота, истории войн, он рассказал о том, как в России было отпраздновано заключение нештатского мирного договора 1721 года. Он хорошо знал эту историю и рассказал о тех указах, которые были изданы Петром, о том, как Петр определял порядок прохождения войск, пронос трофейных знамен и так далее. Это очень понравилось, это произвело впечатление, и, собственно, после этого машина закрутилась. Николай Герасимович, еще один такой факт, он, это деталь, но деталь, говорящая о многом. Одним из первых своих распоряжений уже в качестве наркома военно-морского флота, знаете, что он делает? Уже в 1939 году, весной 1939 года, он восстанавливает кают-компании на кораблях. На тот момент они были отменены. После революции, как пережиток царского императорского флота, разделения на белую кость офицеров и матросов, они были устранены как явление на флоте. Кузнецов их восстанавливает. Представляете, чего это стоило? Ведь его могли обвинить чем угодно. Таких любителей написать доносы в те времена было немало. Он восстанавливает кают-компании. Он, вы представляете, что это такое, для командного состава. Они ведь еще даже не офицеры. Офицеры у нас 1943 года. Они комсостав флота. Вот для, по сути, они офицеры. Он восстанавливает традицию ношения кортиков. И, наконец, совершенно фантастическая деталь. В 1940 году создаются его распоряжения военно-морские специальные школы. Они так и назывались. Они готовят тех, кто потом будет поступать в военно-морские училища. Так вот, в этих школах Кузнецов сам редактирует программы обучения в школах. И сам включает среди предметов, никогда не угадайте, что? Бальный танц. Будущие курсанты должны уметь танцевать. Они должны изучать иностранный язык. Они должны уметь держаться на паркете так же, как и на командирской мостике. С достоинством. И это о многом говорит. Да, он понимал, что флотский состав, комком состав флота, это, в общем-то, белая кость. Они должны... Это элита. Это профессиональная элита. Очень долго, очень дорого стоит государству подготовить такую элиту. Он это понимает. И вот я не устаю этому поражаться, как... Я все время повторяю, он очень молодой человек, ему 34-35 лет. Причем если летчики, как элита, они все-таки находятся одни, как правило, истребители, маленький экипаж, 2-3 человека. А здесь немножко другое. И потом другие традиции. Другие традиции, другая школа, другая культура. Люди на корабле и профессиональное решение задачи, доверие. Ту задачу, которую флот решал в войне, к сожалению, вот потом, после того, как уже в 53-м году, в 55-м начались проблемы, некрасиво все это, конечно, произошло. Вот. Но главное, что он успел. Он успел многое сделать. И даже во время войны, ну, там пошел по накатанному, но то, что было сделано до 41-го года, если бы этого не было заложенности, короли бы не были построены, комсостав не был обучен, матросы не оттренированы. И вот за 40 минут нельзя было выйти, так сказать, и решать задачу, выйти на рейд. Сегодня это кажется каким-то фантастикой, что происходило в те годы. Потому что я как-то изучал тоже и то, что происходило в отечественной авиации в то время. Но флот почему-то всегда вот как-то на вторых ролях. Почему происходит так, что история сухопутных войск, целых вооруженных сил Советского Союза, ну, как-то более известна, а вот именно то, что происходило на флоте, меньше. Что боялись сказать, что сделал Кузнецов для нашей страны? Или это шлейф вот хрущевского времени уже, или позднесталинского? Участие флота и его роль в Великой Отечественной войне так получилось, что самому Кузнецову пришлось давать оценку своей деятельности. Факт уникальный. Дело в том, что в 1945 году, накануне празднования очередного дня военно-морского флота, это ведь еще одно нововведение, еще традиция, которая живет до сих пор. Это же он вел. День военно-морского флота – это идея Николая Герасимовича. Это было до войны. В 1939 году первый раз отмечается День ВМФ. И с тех пор каждый год и поныне моряки, не только моряки, вся наша страна отмечает этот праздник, его помнят, знают, любят. Люди, даже не имеющие отношения, а прямого отношения к флоту. Так вот, в 1945 году, накануне подготовки этого праздника, Кузнецов обратился к Сталину с просьбой дать оценку действия военно-морского флота в ходе Великой Отечественной войны. Нужно было готовить приказ Верховного Главнокомандующего по поводу Дня ВМФ, на что Сталин в совестной манере, после паузы, посмотрев, исказанно на Кузнецова, он сказал, ну вы подготовьте текст приказа. И Кузнецову пришлось самому готовить этот текст. И в итоге текст был подготовлен, это достаточно короткий приказ о праздновании Дня ВМФ, но там была ключевая фраза, которая как раз и содержала в себе оценку роли флота в Великой Отечественной войне. И фраза эта принадлежит Николаю Герасимовичу, она звучит так. В ходе Великой Отечественной войны, военно-морской флот Советского Союза исполнил свой долг перед Родиной до конца. Очень емкая фраза. Ход событий сложился таким образом, что главный наш противник был на суше. Это вермахт, это сухопутная армия Германии. Немцы не собирались воевать флотом в их планы боевых действий на Балтике, потому что на Черном море поначалу в Германии не то что флота, там кораблей своих не было, им пришлось перебрасывать по железным дорогам, и что интересно, по автомобильным дорогам легкие корабли, катера и даже подводные лодки. Это уникальная операция такая, поразительная. Так вот, на Балтике немцы ставили перед собой, перед флотом задачу блокирования советского флота при его попытке выйти из Финского залива и уйти в нейтральные порты Швеции. Предполагалось, что вермахт очень быстро займет не только Таллинн, но и Ленинград, и флот попадет в ловушку, ему останется или погибнуть, или попытаться прорваться в нейтральные порты. Поэтому это главная задача. Вторая задача – это перекрытие обеспечения коммуникаций на Балтике. Коммуникации, по которым немцы перевозили стратегическое средство, прежде всего, роддом, из Швеции и Норвегии. Вот две главные задачи. Воевать на Балтике в классическом виде, в том, каком это было, допустим, в Атлантике, они не собирались. И поэтому боевые действия проходили на суше. И флот действительно самим ходом этих действий был поставлен перед необходимостью обеспечивать взаимодействие с Красной Армией. И эту задачу он решил. Решил прежде всего отправкой на сухопутный фронт бригад морской пехоты, матросов и офицеров, командиров. Только в 1941 году, во время битвы за Москву, на флотах, флотилиях и, малоизвестный факт, но даже здесь, в Москве, в наркомате, формировались отдельные батальоны, роты и бригады морской пехоты, 25 бригад было сформировано только в 1941 году. 25 бригад. И они приняли участие в битве за Москву. И в том, что Москву удалось отстоять заслугой флота немало. Флот обеспечивал проведение десантных операций практически везде. И на Балтике, и на Черном море, и на речной флотилии. В этом участвовали малоизвестный факт, но моряки участвовали в штурме Берлина. Моряки Днепровской флотилии, затем они перебросили свои легкие катера и обеспечили действие нашей армии на Шпрея. Они вошли в Берлин. Не только по Сухопутину, но и на своих кораблях. Они принесли туда военно-морской флаг Советского Союза. Это не следует забывать. Факты известные, но тоже уже достаточно забыты. То, что первые бомбы, которые советские, которые были сброшены на Берлин, это бомбы военно-морской авиации, Балтийского флота, которые взлетали с аэродромов на Эзеле. В конце июля, в августе, до начала сентября продолжались эти налеты. И именно авиация флота первая нанесла удары не только по столице, но и по другим крупным городам, включая Кёнигсберг. Флот понес очень тяжелые потери. И в личном составе, и в корабельном составе. Потери, которые свидетельствовали о той степени активности военно-морских сил, флотов, флотилий. И поэтому роль флота ее переоценить невозможно. Очень интересный факт. Опять-таки, в записках адмирала Кунигсова. Это последняя книга, которую Николай Герасимович не успел выпустить в свет. Она вышла уже после его кончины. Называется она «Крутые повороты». Это, пожалуй, самая откровенная, самая проникновенная его книга. Он там описывает знаменитую встречу командующих фронтами командования Красной армии, флота, авиации 24 мая. Знаменитый прием в Кремле 24 мая 1945 года. Так вот, во время этого приема к нему неожиданно подошел маршал Рокоссовский. Константин Константинович, очень растроганный, сказал ему, вы знаете, Николай Герасимович, но когда я командовал армией, Рокоссовский командовал 16-й армией во время битвы под Москвой, я всегда чувствовал себя значительно спокойнее, если в моем резерве была хотя бы рота моряков. Такой неожиданный совершенно факт. Но это свидетельство того, что флот всегда в каждый отдельный день войны, а он исполнял свой долг, исполнил его до конца. Рокоссовский Константин Константинович, маршал Советского Союза с 1944 года, маршал Польши с 1949 года, дважды Герой Советского Союза. В Первую мировую войну младший унтер-офицер. В октябре 1917 года вступил в Красную гвардию. Во время Великой Отечественной войны войска под командованием Рокоссовского участвовали в Смоленском сражении, битве под Москвой, Сталинградской и Курской битвах, в Белорусской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской, Берлинской операциях. 24 июня 1945 года Рокоссовский командовал Парадом Победы. В 1949-56 являлся министром национальной обороны и заместителем председателя Совета министров Польши. В 1956-57 и 1958-62 занимал пост заместителем министра обороны СССР. Вот мы говорили, что он писал книги и выпускал их, но вот этот период уже после 50-х годов, он малоизвестен. Он же был понижен в должности и в звании. Там была целая интрига. Причем дважды. Да, причем дважды. Что так боялись авторитета, как маршала Жукова, так же адмирала Кузнецова. Нужно было дело состряпать с яковой передачей английской, немецкой, то есть английской и американской каким-то, значит, партнером неких военно-морских чертежей, и так далее, материалов, торпеды, что-то еще такое. Ну, как-то это странно, очень странно для руководителя, военно-морского руководителя такого уровня, такие обвинения. Суд чести был офицерский против него. Совершенно верно. И именно это я имел в виду, когда говорил, что все эти трагические изломы, перевороты и повороты 20-го века в его судьбе это разлились в самой-самой полной степени. Ведь, смотрите, в сентябре 45-го года заканчивается война с Японией, Кузнецов получает звание Героя Советского Союза. Причем звание ему присылается не только за обеспечение взаимодействия, координации флота и армии в войне с Японией, но в приказе было сказано, в указе о присвоении было сказано, что за управление командованием флотами на протяжении флотами, на протяжении всей войны. То есть это его признание заслуг во время войны. В сентябре 45-го года Кузнецов получает звание Героя Советского Союза, а уже в январе 47-го года, то есть проходит чуть более года, Сталин на заседании Главного Совета совершенно неожиданно предлагает сместить Кузнецова с должности... На тот момент наркомат был упразднен, флот подчинен наркому обороны, затем военно-морскому министру, с должности заместителя министра обороны и главкома ВМФ. Кузнецова смещают, назначают на совершенно неожиданно на должность начальника военно-морских учебных заведений, а затем в ноябре 47-го года его вызывают из Ленинграда, и он предстоит перед судом чести, который сгуляет маршал Говоров, судом офицерской чести, который признает его и еще и трех адмиралов виновными в различного рода преступлениях. Затем их о веках раскручат очень быстро. В феврале 48-го года его уже судит военная коллегия Верховного суда, его и еще трех адмиралов, адмирала Галера, Степанова и Лафузова, те, кто во время Великой Отечественной войны был главным морской штаб. Их обвиняют в том, что, совершенно фантастическое обвинение, что они передали тогдашним союзникам секретные сведения, это карты, лоции, и сведения военно-технического характера, среди которых упоминается чертежи и образец сверхсекретной немецкой торпеды, захваченной в 44-м году кораблями Балтийского флота, на потопленной немецкой подводной лодке. Это была самонаводящаяся акустическая торпеда, на тот момент страшное оружие, у союзников не было средств борьбы, и Черчилль лично просил Сталина передать ему хотя бы какую-то информацию. В итоге, по личному распоряжению Сталина, эта торпеда, и соответствующая документация, одна из двух торпед, были переданы англичанам. И в этом же обвиняют Кузнецова, в этом обвиняют трех других адмиралов, как, впрочем, во всех других полностью надуманных обвинениях, которые в 1953 году были полностью с них сняты, и все обвиняемые на этом суде были реабилитированы полностью. Но, тем не менее, Кузнецова на тот момент он адмирал флота, его разжаловали до контр-адмиралов. Аллафузова и Степанова осудили на 10 лет тюремное заключение. Галлер получил 4 года. И Кузнецов попадает в первую свою опалу. Потом, уже впоследствии, в записках он отмечал, что именно тогда у него впервые защищенил сердце. Как выяснилось позже, он даже этого еще не знал, он перенес первый инфаркт. Это 1948 год, вот этот вот суд, в феврале 1948 года. Затем его отправляют на Дальний Восток. И вот здесь очень важно отметить, что не первый раз, но очень важным месте пересекаются судьбы Жукова и Кузнецова. Ведь началось все на самом деле, как считают и семья Николая Герасимовича, и исследователи, и историки в этом сходятся. Началось еще в июне 1946 года, когда на заседании Главного военносовета опали был подвергнут Жуков. Ведь тогда Кузнецов оказался единственным, кто не выступил против него с обвинениями. Он ничего не сказал, в отличие от многих тех, кто там был. И считают, что тогда, скорее всего, Сталин первый раз обратил на это внимание. И это была первая зарубка, первая отметка вот в этом страшном, страшном дневнике Сталина. В это время, одно за другим, вспомните, проходит 1946 год, это опала Жукова, 1947 год, это дело авиаторов, когда был снят, рожал он и осужден главком ВВС Новиков, маршал авиации, нарком авиационной промышленности Шахурин, а затем 1948 год, дело адмиралов. Оно вошло в историю, уже тогда его так называли, дело адмиралов. Сталин начинает расправляться с военной элитой, героями, победителями. Сталин опасается их авторитета, влияния. И Кузнецов, конечно, Кузнецов фигура такого масштаба, такого влияния, такого авторитета. Ведь не забывайте, что Кузнецова уже тогда хорошо знают союзники. в командовании флотов, союзников, он их хорошо знает, они с ними встречались, общались. И поэтому Кузнецов попал в палу, это было неизбежно. Почему он вернулся? В апреле 51-го года совершенно неожиданно, на тот момент он командует Тихианским флотом, его вызывают с Дальнего Востока, он прибывает в Москву, и совершенно неожиданно тот же Сталин на таком же заседании Главного военно-совета предлагает назначить его военно-матским министром. Восстановили военно-матское министерство на тот момент. Кузнецов возвращает. Вопрос, почему? Ведь, обратите внимание, примерно параллельно развивается с линией судьбы Ижукова и Кузнецова. Оба подвергаются опале, а затем оба возвращаются. Почему? Нужно создавать новый флот, нужно создавать новую армию, нужны профессионалы. А таких профессионалов такого масштаба, такого уровня очень мало. Кузнецов начинает готовить новую военно-матскую программу. А сколько ему лет? Это меньше 50, наверное, к этому моменту? В 51-м году ему 47 лет. 47 лет. В полном расцвете сил. Он готовит новую программу, а Сталин умирает. Кстати, к этому времени в дневниках, впоследствии, в записях, опубликованных, Кузнецов отмечает, что он не испытывал того потрясения, которое было присуще тогда очень многим. Он уже прекрасно знал, что такое Сталин. Он уже прекрасно понимал. И более того, он сам пишет, признается, что у него даже появились какие-то надежды. Надежды не для себя лично, надежды для флота. Кузнецов готовит новую кровострадительную программу. В 54-м году он представляет новому руководству. А в 55-м году у него случается конфликт с Хрущевым. Весной, в апреле 55-го года Хрущев на заседании президиума ЦК отказывается принять программу, которую готовит Кузнецов. А это программа, которая в полной мере, в полной мере это уже вторая программа, к которой он готовил, потому что первая он подготовился в 45-м. В ней учтен не только опыт закончившей Второй мировой войны, но и те новые направления, новые тенденции в развитии военно-морского флота. Это прежде всего ракетное оружие, это использование ядерной энергии и атомных двигателей, и ядерных боеприпасов. Кузнецов предлагает в программу включено в строительство не только первой атомной подводной лодки, но и вооружение как надводных, так и подводных кораблей ракетным оружием. Это все Кузнецов. Он, по-моему, авианос еще предлагал, хотя первая попытка была у него еще до войны, авианесущие такие платформы. Но в программу, первый раз он включает авианосную программу в 45-м году, он предлагает построить четыре, а затем два авианоса, легких авианосца, но судостроители встают горой против, они просто доказывают и пишут, что у нас не готова база для этого. В 54-м программе он предлагает построить девять авианосцев для всех основных флотов, авианосцев, без которых, Кузнецов пишет, флот будет небоеспособным. И программа не получает никакой поддержки, более того, у него возникает конфликт с Хрущевым, после которого Кузнецов понимает, что его будущее в качестве военно-морского на тот момент, он уже снова заместитель министра вооруженных сил, главком ВМФ, его дни сочтены, он собирается подавать в отставку, он даже пишет письмо, у него случается второй инфаркт, летом 1955-го года у него случился второй инфаркт, он пишет рапорт с просьбой представить ему отпуск на лечение и прямо говорит о необходимости ухода с должности главкома. В июне 1955-го года он отправился на лечение, исполняющим обязанности главкома назначается бывший командующий Черномовским флотом адмирал Горшков. И в октябре 1955-го года, когда Кузнецов был на лечении, в исполняющем обязанности командующий флотом адмирал Горшков, 29 октября в Севастополе происходит взрыв на линкоре Новороссийском. Страшная, забытая во многом трагедия, в ходе которой погибают 611 человек из состава экипажей и самого Новороссийска и аварийных партий соседних кораблей, которые пришли ему на выручку. И дальше происходит вот уж действительно самый, наверное, трагический, самый необъяснимый на первый взгляд поворот в его судьбе. В декабре 1955-го года готовится постановление по результатам расследования катастрофы Новороссийска, в котором Кузнецова обвиняют во всех мыслимых и немыслимых грехах. его обвиняют в том, что на флоте нет надлежащей организации службы, во многочисленных допущениях промахов, результатом которых стал гибель Новороссийска. Кузнецов уволен со службы. 15 февраля 1956-го года, всего лишь за 10 дней до начала 20-го съезда, Жуков, новый министр обороны, с января 1955-го года он министр обороны, вызывает к себе Кузнецова и в течение пяти минут по воспоминаниям самого Николая Герасимовича в очень грубой форме он заявляет ему о том, что Кузнецов уволен и не просто уволен, он разжалован и снова разжалован, но на этот раз правда до вице-адмиралов, он лишается возможности служить на флоте и отправляется на пенсию с обычной генерал-майорской пенсией. Что произошло? К тому времени Николай Герасимович, хотя он уже был очень большой, у него уже был очень большой опыт работы на такой высокой должности. Ведь первый свой урок он получил в 1939 году, он потом вспоминал об этом. Когда они обсуждали судостоятельную программу, он пытался отстаивать свои взгляды, на что Молотов, когда они уже вышли, он ему сказал, наклонившись, он так сказал, товарищ Кузнецов, только шляпа говорит то, что думает. Здесь так не делается. Но Николай Герасимович всегда ставил интерес флота выше своих личных, и в итоге он сначала поссорился с Хрущевым, а затем у него возник конфликт с Жуковым. Когда Жуковым назначали министром обороны, его предшественник маршал Булганин вызвал к себе Кузнецов, как, впрочем, и других командующих видами вооруженных сил, и спросил, каково его мнение о новой кандидатуре, на что Кузнецов в очень деликатной форме попросил Булганина при назначении Жукова напомнить ему о необходимости больше внимания уделять флоту. Булганин полностью переначал его слова и заявил, прямо заявил Жукову, что Кузнецов был единственным, кто противился его новой должности, назначению Жукова министром обороны. Георгий Константинович не простил этого, не забыл, и вскоре после назначения он вызвал себя Кузнецова и сказал, вы были против его назначения, вам это просто так не пройдет. В итоге случился конфликт, конфликт двух равных фигур. Дело в том, что и Жуков, и Кузнецов очень похожи. Оба человека с очень большим чувством собственного достоинства. Оба привыкли отстаивать это мнение даже в самых для себя неблаговероятных обстоятельствах. Как и Кузнецов, так и Жуков во время войны не раз спорили со Сталином. Не раз они оказывались под угрозой, но тем не менее наставили на своем. И вот эти два человека, безусловно, выдающихся руководителя, безусловно, оказались в ситуации конфликта. В итоге Николай Герасимович, ему всего 51 год. Он оказывается на пенсии. Его отстранили, как он потом писал, меня можно отстранить от службы на флоте, но отстранить от службы флоту нельзя. И он начинает свое последнее сражение. С 56 по 74 год, это долгих 18 лет, а может быть и не долгих 18 лет, за которые он успел опубликовать 5 книг, больше сотни статей, он успел сделать главное. Он успел передать свой опыт, безусловно, бесценный опыт, не только флоту, а всем тем, кому близка и дорого история флота, армии нашей страны. Вот, наверное, финальная фраза очень важная. Он успел передать, он успел построить, он успел сформировать, он успел обучить, он успел внедрить. Вот это важно. Фактически в сегодняшней передаче мы несколько раз употребляли это слово, он успел. Значит, такая судьба была его успеть. Поэтому и флагман Отечественного военно-морского флота носит его имя сегодня. Да, это достойное имя на борту достойного корабля. море шумит грозной волной, чайка летит рядом со мной, что ж вы, друзья, приуныли, песни морские забыли. Спасибо вам за этот разговор. Наверное, на этой ноте мы закончим сегодняшнюю программу. А с вами, уважаемые телезрители, мы на этом попрощаемся. И надеюсь, что встретимся вновь скоро в этой студии для того, чтобы продолжить экскурсию в отечественную историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова